вот друзья сейчас начинается все самое интересное сейчас проехал ремонт дороги там не знаю километров наверно 5 минимум дорогу ремонтирует очень хорошо а то там вообще такой участок прям плохой пипец какой урал ребят вот ты бы знали что пипец как на нем вообще непривычно ездить он че работает смотрите он трясется но это позит он так и работает обороты даешь он успокаивается попробовал разогнаться вну максималку но не максималка конечно вот до 110 набрал вот здесь вот его вообще мотает я вообще прям боюсь надо демпфер под затянуть что он что-то не хочет о чуть-чуть есть подножки то нету блин сейчас вам покажу оба чем под грублен стоит у меня визор такой темненький я себе купил он кайфовый но когда его открываешь это просто пипец сегодняшний жара я оделся ребята вот такую потому что я знаю то что будет грязный продубаться я специально рабочие все отдел ну урал нормальный едет блин только помыть его надо по потом как приеду а так он грязнющий вообще пипец редукция вообще нормально работает вам он даже не греется не очень прям тепленький когда ребята вот бензин вот в этих шланчиках прозрачных пузырьки пускает это значит карбы горячие а карбы горячие значит надо вам поставить прокладочки проставочки между цилиндром и между головкой и карбюратором офигеть вы бы знали блин да что такое вообще прям трешняк блин ребят он вообще прям жестко так или это ветрище так на него влияет я не могу ехать на урале я дефир перетянул офигеть о что перетянула твой темпфер офигеть пацаны ребята смотрим до конца не перематываем а так меня уже пацаны подговаривали да это типа давай давай пока мы здесь давай сейчас веревкой тебя привяжем кадра блин хотели контента посмотреть тоже вообще так вот она моя цель уже почти рядом вот сейчас я куральчику начал как бы привыкать его поведение да как говорится как говорил moto виктор до moto виктора есть это едешь горит блин если ты едешь на урале а пацан едет на охоте или там на какой-нибудь на каком-нибудь даже старом японца 90-х годов он вряд ли с тобой поздоровается вот тебе и moto общество moto братство тоже как бы я ездил да и на хонде и на урале порой пащеп вы все у меня был бы мопед на мопеде бы гонял да реально вот прям ты на себе все это ощущаешь всю эту разницу на себе так друзья пробираюсь маленечко еду в объезд пришлось мне поехать в объезд потому что вы сами все видели как бы риски не несопоставимые на потому что очень можно было легко упасть и плюс там на въезде лед вот это очень опасно я не стал как говорится глупо рисковать лучше проехать километров 10 20 30 до потратить на это 30 минут времени и зато как говорится ты проедешь и все будет по кайфу ты не упадешь не намочишь вещи не намочишь телефон и так далее и так далее и тому подобное вот и потом если сразу если бы я упал то мне пришлось сразу же собираться ехать домой вот и все бы отменилось и все так что друзья нужно понимать где нужно где нужно рисковать надо понимать вот этот фактор тоже играет роль заодно теперь я здесь еду первый раз вот здесь вот я вообще еду первый раз в жизни по этой дороге и я вижу новый полет как бы пейзажа новые красоты природы вот еще маленчик еще немножечко снега лежит сейчас спустился с горы там тенечек так снега уже нигде нет практически может быть в горах есть и то но вряд ли на 9 паре мотоцик идет вообще прекрасно очень прекрасно идет на 9 паре мотоцикл очень экономно движок не ревет движок всегда спокойном режиме вообще но тип не греется так как я поднял игла топливные главные дозирующие иглы у меня они наши шестьдесят восемь миллиметров выступают от плоскости кто не знает даже на 3 приходится скидывать но он еще снежочек немного есть зеркала безумно неудобные надо удлинить их сантиметров на 5 еще сделать вылет сейчас я чё буду пробираться прям по холмам скорее всего там дорога то наверное есть но это будет вообще люто это будет очень люто но мне это нравится я как раз таки хотел ребят такую покатушечку такую чтоб она в памяти у меня запомнилась и чтобы вам показать тоже что есть еще красивые места здесь здесь как говорится в ульяновской области опа ребята ничего себе какие просторы открываются вообще прикольные вот это я люблю вот это мне вообще нравится я вот как выехал из дома все еще еду даже нигде не останавливался постоять там водички попить перекусить а уже хочется уже хочется а по нифига себе вот эта красота в че-то мне пить безумно хочется друзья хочу прям попить воды что там камеры пишет пишет попить хочется прям пипец маленько остыть надо то есть потел блин ветерочек такой прикольный тепленький учись и волга какая это ведь лед еще лед фигеть сколько льда я думаю чудо на какая-то такая ну туман туманистая беленькая а это еще лед вообще прям по кайфу по кайфу по кайфу так надо попить воды включение произошло успешно да друзья мы все едем поехали вообще здесь такой ветрище начинается и вообще сегодня день какой-то ветреные 5 а здесь так ветер вообще сильный ох нифига себе какой вид то справа слева смотрите одни коровники это еще сельское хозяйство россии процветает ребята коровы здесь еще есть если чувствуется запах деревни действительно запах настоящей деревни чувствуется да вот коровки ходит там он блин прикольно 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 у тебя себе здесь как люди живут в принципе принципе в принципе прикольно так вот детство вспоминаешь вспоминаешь детство друзья деревня называется шиловка о прикольный домик правда он не вписывается в общую картину но прикольный ветер урал мотает лево-право рулить не особо по кайфу блин чё себе инкассаторы даже тут мода что ли на такие темные дома там вот еще прикольные такие домики да церковь здесь хорошая красивая вот я уже вижу купол чуть-чуть школа наверно вот красота россии бабушка через дорогу идет давайте пропустим бабушку хорошая красивая церковь так теперь нам нужно определиться и узнать дорогу как попасть на на горный хребет на горный хребет скорее всего нужно будет здесь вот ехать налево и не там же он нет это надо кого-то найти будет кого-то здесь блин кто тут местные жители узнать вот собачка сейчас на меня будет лаять ох это овчарка но мы не будем сильно уезжать она привыкла гонять пацанов а я уже все ребята я на урале дедушка еду дедушка на урале видео бложек пишет опа все не подскажите как проехать на вот хребет вот где вот этот на ульянск видно вот самый высокий вот он там гора прямо и по холму я поеду до там прям дорога нормально о пасибо там говорит прям дорога опа значит я правильно еду я уже обрадовался на друзья спасибо вам мужики от души блин ну здесь как жарко просто пипец надо визор открыть а то голова сварится на горный хребет едем короче мы друзья прямо это ведь надо будет по таким по таким вот плитам да я чувствую надо будет много ехать да в принципе нормально че может там дорожка будет лучше посмотрим сейчас уральчик давай братанчик уральчик братанчик опа нифига себе меловой завод уголок уголок россии рыба нарисован ох тыж это вот такая дорожка меня ожидает на 20 20 километров да или сколько или 10 ну если честно я не особо рад особенно вот этим камушком ребята особенно вот этим камушком я не особо рад это у меня будет такое длинное длинное видео потом из этого видео я сделаю такую нарезку маленькую маленькую чтобы все самые яркие моменты запомнились в отдельном видео были а сама покатушка будет длинная то есть не буду ничего вырезать все пишу как вот первый раз как пишу так и пишу а справа есть грунтовочка может по ней или по щебеночке ох тыж ох тыж ох тыж ох тыж не могу сказать что это легко но на планетке это было бы просто на изи ох тыж какой вид офигеть 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 вот эта красота справа кроссовая резина она хотя по щебенке может и нормально даже лучше идет не особо закидывает просто я уже не привык ребят бездорожье кататься как какой вид просто пипец классно у меня у рачек вообще что-то весь прям жест жест не то что жесткий а то что вот это вот а это камни бьют болезнь это же камни бьют я думаю что за звуки такие чуть-чуть чух-чух это же камни бьют стуки думаю что за стуки блин друзья не особо легко ехать могу сразу сказать маленько поднапряжно с люлькой так вообще без проблем ну слушайте-ка мне вот эта дорожка то как бы нравится наверное вот этот путь второй мне как бы нравится поболее да или может быть из-за того что я первым раз здесь еду или может быть или может быть блин то что я давно не ездил по таким уже местам счет наверно как бы одной из двух ох ох ты что тут вообще прям тут уже скорость сбавлять надо прикольно блин как прикольно а так сейчас мы машину ты пропустим наверное думаю что а у его ее и на жара и и жарящий сегодня очень нормально такое можно было бы прям по полю вдоль поле ехать офигеть как красиво ребят офигеть слева то вообще прям пейзажик открылся сейчас я здесь стану сделаю пару кадров жарко 4 вообще как прикольно ребят смотрите как вообще прикольно вид красивый вообще вообще красивый вид особенно если вот на урале спуститься с этой горы вот так вот бах опять машины так давайте друзья сейчас вам покажу еще одно красивое местечко stories и вы уже посмотрели бензин прям кипит в карбах давайте сейчас попробуем заехать вот туда вот прям на край горы и я попробую наверное спуститься на урале так потихонечку я в принципе думаю мне давно это получится и там и небольшой уклон сейчас вот здесь я думаю спуститься то я здесь смогу наверно были очень-то блин но непривычно привычный урале как там какой-то валится лево право офигеть 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 а вообще трэш прикольно особенно здесь после дождя вообще на мостике классно кататься вот это вида вообще прикольный видочек с высоты как птичьего полета но сколько тут очень много метров ребят так давайте сейчас посмотрим чё подальше это мне надо будет вдоль этого хребта ехать наверное точно скорее всего мне нужно будет ехать вдоль вот этого вот хребта я надеюсь ты не упадешь уральчик какой здесь воздух свежий как здесь прикольно вот отсюда ребят хотел спуститься вниз я думаю не стоит наверно или стоит или попробуйте стоит рисковать или нет как вы думаете напишите как вы думаете стоит сейчас пускаться или вот оттуда не знаю не знаю блин а прикольно 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 круто однако круто воздух классно здесь дышать прям легко так ну что ребята едем дальше он застегнул и шлем и маленечко здесь уже так приостыл маленечко но все равно жарко сегодня здесь чуть попрохладнее на горе так запускаем мотор я-то думал я сегодня буду ездить по воде поэтому один сапоги блин резиновые но там было вообще не вариант вы это уже видели сами прекрасно так маленечко страховалась но чуть-чуть так страх маленечко есть у меня да ребята у вас нет страха чуть-чуть такого вообще пипец прикольные такие горки вот зимой да здесь на лыжах да с них на санках зимой кто там любит адреналин чека да все для вас ребята офигеть какая здесь дорожка я прям прыгаю не часы внутренние органы трясутся офигеть блин ну реально такие деревья африканские сейчас где-то раз бац бегемот лежит такой да или там леопард или лев такой проходит реально вообще пипец вот это вообще классно вообще вид ребят просто бомбовый вид просто бомбовый вида фигеть кайфовый вид здесь кайфовый воздух такой свежий просто блин вы бы знали а а а а а а а а включим вторую ребята включим вторую передачу а а побыстрее поехать а 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 и а а Парят, летают птички Я, ребят, не могу пока ничего вам комментировать, блин Ехать не очень легко Сложноватая дорога Постоянно приходится подруливать Вообще прикольно Вот сесть на мотик и поехать Ведь на машине особо по таким дорогам-то не проедешь Если даже и проедешь, то ты не почувствуешь весь этот вкус Да, весь этот вкус Всю эту изюминку не почувствуешь на машине Только лишь на мото, мото, мото Или на велике Офигеть Вау, вот эта красота, реально, блин Вообще нормальный Я, ребят, по горной местности по таким еще не катался, блин Вот, как говорится, в жизни не особо Катался, но не по таким большим Где же, где же самый-самый пик горы Это самая высокая местность Ульяновской области Самая высочайшая точка Опа, нифига себе Фу, что-то я напрыгался уже, блин С этой дорожкой Здесь одни камушки Ох, как, нифига себе Страшновато чуть-чуть Чуть-чуть Да, с люлькой-то намного повселее здесь будет Поспокойнее ехать Чем вот на одиночке Вообще-вообще-вообще-вообще прикольно Сейчас, ребята, идем к самой высокой точке Наверное, это вот здесь вот Нет, это еще не здесь Это вон там вот, ребят Это дальше Офигеть, какое здесь красивое место Блин, открылось Все, надо маленько отдохнуть Фу Вот эта дорожка Не камильфо Ну, оно стоит того Еще этот рюкзак сзади огромный Мотик проваливается Вот, все, наконец-то Мотик, стой Фу Вообще прикольно Реаль, пацаны Вот тут костерок жгли, кстати А, вот там мы хотели в том году проехать Точно, вот там вот через эту речку Но там не получилось Потому что там дороги нету Мостика Вообще прикольно Фу О, надо маленько отдохнуть Сейчас, ребят, в сторисе позаписываю Так, ребята, я вижу здесь, короче, я вижу Перегородили, смотрите-ка Офигеть, и что сюда только пешком, если можно идти? Вход и въезд запрещен А если на велосипеде? Какая разница, там вон следы от машины Здесь могут камеры, что ли, быть? Сейчас Ну, а они, что, вообще, что ли, охренели? Сюда, что, нельзя на мотоцикле проехать? Или меня сейчас повяжут прям Погоня сейчас будет, да? Сейчас погоня будет, повяжут Сами заезжают Это, блин По-любому Откуда такие следы взялись? Въезд запрещен Офигеть Вообще классно! Вообще, друзья, вообще прикольное место Вообще, 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 вообще Офигеть Это вот самая высокая точка, да? Нет Офигеть Какой вид Офигеть Какой вид Нет 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 Не падает Так Так Офигеть Офигеть Офигеть